раз-раз-раз привет всем привет сегодня будет прямой эфир для моей команды и для всех желающих я подготовлю себе рабочее место так скажем хотите посмотреть как я ставлю телефон чтобы меня было хорошо видно привет я ставлю себе такую вот экспозицию а потом телефон ставлю вот сюда и вот так музыку убавил у нас елка стоит привет смотрите какая елка жалко ее разбирать столько красивых игрушек привет сейчас вам похвалюсь еще какой у меня спортивный инвентарь есть смотрите вот это мяч понятно да такой огромный гимнастический мяч я его прям обожаю на нем шикарно делать зарядку и еще мне миша подарил такие две гантельки то есть такой наборчик по одному килограмму они очень крыла классные то есть такая нагрузочка идет хорошая дополнительная так ну что у нас время одна минута давайте начинать всем доброе утро привет я как всегда буду краткой часа на два шучу 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 конечно я хочу с вами сегодня поговорить надеюсь тут есть до моя команда тоже все я думаю тема для всех очень полезно это у нас эта тема у нас для чего мы здесь собираемся что мы хотим жизни куда мы двигаемся и с какой скоростью мы идем вот для это я считаю что этот вопрос не для всех конечно для многих актуален и вот я действую всегда я рассказываю делюсь своим опытом то есть не то что я прочитала книжку говорю вот книжки так давайте так делать я сначала делаю сама потом рассказываю мой опыт он в общем то очень такой же достаточно длительное время формируется я занимаюсь бизнесом через интернет уже несколько лет уже пятый год уже есть свои результаты определенные опыт навыки система и тем не менее каждый день когда я сажусь подводить итоги этом кот бегает с ума сходит подвожу итоги дня я всегда задаю простой вопрос запишите его себе он круто помогает что я сделала сегодня для того чтобы получить такой результат кто себе задает каждый вечер такой вопрос ответьте честно я могу показать свой график олечка привет из каждый вечер я спрашиваю что я сделал сегодня чтобы получить этот результат смотрите помните я в начале года проводила семинар где рассказывала что очень удобно вести вот такие таблицы то здесь у нас расписаны задачи на день видите да тут 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 все 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 до мелочей вплоть до выпить витамины сделать зарядку для глаз разместить пост там обучение видите да я пишу все готовка уборка я отмечаю каждый день вечером я записываю что я сделала и что не сделала то есть розовым ярко розовым сделано черном не сделано если оранжевая это значит эта задача ну не обязательно на каждый день мне просто интересно как часто я это делаю вот видите да какая картинка формируется то есть становится понятно что мы сегодня сделали из того что мы любим первое да я очень это очень важно прописать те вещи которые мы любим делать согласно то есть не просто так вот с бухты барахты ой я люблю рисовать как-нибудь порисую а у меня это записано в планах каждый день заниматься этим или например там витамины о его выпьем не выпьем а я все время отслеживаю что я это делаю или не делаю кто этим занимается тоже поднимите руки кто так же вот тщательно следит за своими результатами и понимает что это очень круто стимулирует тань любые пункты сама пиши то что для тебя важно у меня мои пункты понимаешь меня там написано зарядка уход за лицом рукоделие чтение и я написала сколько примерно минут в день до надо этим заниматься там медитация звонок маме у меня это написано в планах потому что зачастую бывает забываю позвонить родителям да что еще у меня там знакомство с новым человеком путешествие поездки то есть да что я отмечаю какая у меня движуха в жизни происходит каждый день там работа с группой посты там рекрутинг потому что это важная часть наши нашего бизнеса согласны то что как бы просто заниматься самой собой это конечно круто но надо еще вписывать в планы то что приносит результат по бизнесу далее там витамины понятно да обучение каждый день я обязательно обучение прохожу хоть один-два вебинара я слушаю моих лидеров да вот тех людей которые меня вдохновляют и которые для меня очень важны и вот сегодня я еще хотела поговорить с вами на одну тему меня валя хохлова вдохновила как раз валя зашла я хочу с вами поговорить на одну тему такую важную это это по поводу пирамиды маслоу слышали да такую пирамиду кто ее видел может сейчас там погуглить и вот смотрите помните что в пирамиде есть слои и начинал пирамиду таким образом да устроена и мы начинаем с нижнего слоя то есть первый слой нас какой идет кто помнит это безопасность да то есть это не а не безопасность это самое важное это еда кровь да ну какая защищенность там одежда и до кровь и одежда то есть я должна знать что я не умру завтра да я не будешь что покушать чуть выше слои 2 привет всем о чем да то они даже семинар проводил на тему о чем помогайте это вот как раз это безопасность то что у меня есть работа и я да смогу у меня она будет и завтра и как говорится да и вот на это на этих двух уровнях люди живут и состояние какого как вы думаете в каком состоянии находятся люди которые живут на двух уровнях так я не буду углубляться самое основное да это вот то что нужно нам необходимо физиологии там понятно вот а второй уровень это работа да то есть я в социуме я работаю я к чему-то там принадлежу правильно вот из каких состояний живут тут люди подумайте подумайте это очень важно чтобы вы сами поняли вот да понятно выживают а в каком они состоянии находятся что ими двигает все время не все не всех мы практически на подсознательном уровне люди об этом думают постоянно они так думают они так устроены не догадываетесь страх они живут в состоянии страха они боятся это потерять они боятся потерять ой машка привет всем привет ты присоединился то есть люди боятся потерять вот этот мизер который у них есть из-за этого у людей идут блокировки и они не могут двигаться дальше не могут развиваться принимается решение менять кардинально что-то в своей жизни потому что страхи глушит абсолютно все какой выход в этой ситуации надо перебраться на следующий уровень да это принадлежность это принадлежность какому-то сообществу то есть присоединиться какому-то сообществу в котором есть поддержка есть движуха есть системность да какая-то то есть там люди которые дают вам возможность взять что-то дает называть переопыление переопыление когда люди отдают принимают с удовольствием обмениваются опытом знаниями да друг друга поддерживают это может быть любое сообщество абсолютно это сообщество стройных там девчонок которые хотят по стране сообщества предпринимателей сообщества абсолютно любое любое главное чтобы это было вам интересно или сообщество там те кто читает люди читают двигаются делится опытом потому что на одну и ту же книгу у людей у всех разное восприятие деда разные выводы люди делают а тут раз обменялись опытом поделились пообщались перри опылились и человеку о суши а я этого даже не заметил поняли да то есть очень важно прорваться в сообщество и сообщество очень круто организует сетевом маркетинге наши люди даты все время двигаются придумывают предприниматели на этом уровне открываются какие-то уже творческие каналы да и следующий уровень это достижение до достижения вот скажите пожалуйста вот для чего люди ходят в спа салоны как вы думаете привет еще всем для чего люди ходят в спа салон и что если вы там были хоть раз что вы там чувствовали кто был хоть раз я думаю глупый вопрос да хоть раз-то кто-то был танец спорный вопрос очень спорный потому что именно именно вот в этом состоянии когда у меня нечего было есть я пришла в сообщество и у меня начало все меняться в жизни я стала слушать дочитать то что мне рекомендовали делать то что мне говорили люди у которых есть результат и у меня пошли в жизни изменения правильно мы расслабляемся а что мы еще чувствуем что мы как королевы до мальчики чувствуют что они короли девочки что они королевы потому что все крутится вокруг нас нас там массирует нас там нам подносят чай заворачивать в мягкие пушистые полотенце тапочки да то есть нас мажут всякими вкусняшками мы лежим в слушаем вкусную музыку да мы расслабляемся мы понимаем что мы просто да цари мы цари вот именно в так вот именно в таком состоянии именно в таком состоянии приходят очень крутые идеи да мы выбрасываем лишний мусор из головы мы становимся сильнее потому что мы понимаем что мы значимым и королевы и вот вот это состояние надо продлить как можно дольше как можно дольше то есть прям вот учиться удерживать вот это состояние потока и это позволяет да вот когда вы собой занимаетесь и отслеживаете то что у вас происходит внутри да вот что внутри вы знаете что то же самое будет и снаружи то есть если у вас снаружи происходит что-то постоянно какая-то ерундистика то значит что-то внутри непорядок нужно настройки сделать внутреннее если снаружи все хорошо да да и тань давай чтобы об этом поговорим отдельно потому что ну немножко сложно когда-то какие-то фразы кидаешь а я уже говорю наверное о другом и мне трудно вернуться к этому опять хорошо я хочу чтобы вы поняли мою мысль я не хочу чтобы мы спорили сами хочу чтобы вы поняли мысль для чего люди идут в сообщество и что они здесь находят сообществах и если вы хотите привлекать до людей интересных то вы можете сначала сами стать участником сообщества а потом приглашать свои когда вам уже есть что отдавать всем приветик то есть что еще очень важно и следующий этап это когда дает человек выходит на уровень миссия уровень когда дай я миссия как я могу помогать этому миру своему городу меняться что я могу делать для того чтобы люди становились счастливее на миссии у всех может быть разное естественно да но факт остается фактом что человек уже хочет приносить пользу на уровне вообще да там не знаю государству но по крайней мере своего города то есть уровень мышления такой становится масштабной и вот когда вы мутите мутите какой-то проект то очень важно чтобы у вас пошло вот это расширение то есть думать конечно вначале трудно думать о том что там я сейчас вот этот проект делаю для того чтобы в мой город стал лучше и богаче я понимаю что в начале человек должен закрыть свои потребности элементарные первый второй уровень правильно поэтому вы просто должны понимать что вы на правильном пути и просто продолжайте двигаться потому что вы когда закроете эти потребности физиологические свои вам уже легко будет работать на других уровнях и расширять свой массаж масштаб массаж я уже мечтаю массажа немножко понятно что я сказала сейчас нет интересно валя хохлова она здесь или нет слышала так то я не вижу кто присутствует ребята смотрите все очень просто главное до понимать что вы можете все вы уникальные и и никогда в этом не сомневайтесь просто делайте так как вы чувствуете что круто и не слушайте никого кто вам будет говорить потому что вот на этом первых двух уровнях конечно окружение оно соответствующее да такое в принципе люди такие же как и вот и мы да потому что они не могут там быть другими и когда мы начинаем куда-то вылазить до идти куда-то там развиваться читать они нас пытаются затянуть обратно поэтому нужно вырываться вверх а тот кому нужно они просто подтянутся или нет но самое важное что у вас не будет времени уже на тех людей которые вас тянут обратно то есть да вот для меня всегда был вопрос такой а как быть с теми кто меня не поддерживает кто там может быть даже смеется надо мной потому что когда я пошла в сетевой бизнес меня не поддержала мое окружение не поддержала а знаете а получилось так что у меня не было времени с ними общаться и когда мне звонили как обычно до подружки по два часа поболтать там поспредничать я им говоришь у меня прям две минуты я очень заняты у меня сейчас вообще такая тут движуха ты чё хотел что-то важное и они такие нет и все и перестали звонить а потом через некоторое время когда у меня пошел результаты они увидели какие перемены в жизни пошли они стали тянуться многие за мной но кто-то так и остался на том же уровне то есть как у меня мой спонсор кто меня пригласил сетевой бизнес прикалывается ты все в тех же часах ходишь до все тех же трусах ну ладно давай счастливы то есть есть люди которым и не нужно меняться они этого даже не хотят и ребят не парьтесь общайтесь с теми кто хочет движухи и перемен своей жизни вернемся к этому важному вопросу вот когда мы каждый вечер спрашиваем себя а что я сегодня сделала или сделал для того чтобы у меня вот получился такой результат за день вот вы записываете себе я вот еще раз покажу потому что много людей новых присоединилась я все записывают в эту таблицу меня примите таблица красная черная рыжая то есть что если я не делаю а надо бы у меня черным видите у меня достаточно много черного мне есть над чем работать розовая это значит все окей я делаю рыжая это ну это не не обязательно делать но мне было бы интересно это внедрить свою жизнь но вот иногда делаю иногда нет то есть это это у меня рыжая сделайте себе что-то подобное чтобы отслеживать результаты и следующий вопрос который вы должны себе задать а что я могу сделать завтра для того чтобы улучшить свой результат где я могу приложить больше усилий чтобы результат стал лучше понимаете о чем я привет всем так время уже 18 минут то есть два простых вопроса что я сделала и что я могу сделать лучше все ребят и вы увидите как благодаря этим простым вопросам которые вы реально проработать у вас начнет в жизни все меняться потихонечку потихонечку да вы будете набирать скорость будете набирать разгон и в вашей жизни начнется все меняться вот есть вопросы ко мне может быть есть какие-то там в личные вопросы там хотите меня о чем-то спросить не стесняйтесь спрашивайте а я для своей команды потому что вижу здесь много из моей команды людей ребят я хочу вам напомнить что у нас стартанулась завершающая неделя периода мы уже в субботу будем подводить итоги работы поэтому посмотрите свои планы скорректируйте где нужно подналечь поднажать так скажем а где у вас уже все вопросы закрыта да поставьте пятерочки там супер да я молодец где нужно подналичь что самое время уже прям сегодня это начать делать прямо сегодня прямо сейчас чтобы быть эффективным всех благодарю за внимание до новых встреч рада всех видеть на своих эфирах если есть какие-то запросы кстати очень многие делают запрос чтобы я провела вебинар по уходу за лицом то есть рассказать подробно как какие этапы делать что делать нужно я планирую провести такой вебинар на этой неделе я выложу информацию и в инстаграм и вконтакте в соцсетях и для команды сделаю рассылку расписание присоединяйтесь кому интересно поделюсь опытом как сохранить молодость и красоту чтобы радоваться каждый день глядя на себя в зеркало всем пока пока